Для того, чтобы граждане более активно участвовали в инвестиционном процессе, безусловно, нужно значительно больше информации. Если информация о том, что могут дать вклады в банках, большинство граждан этой информации располагает, достаточно зайти в отделение Сбербанка или другого коммерческого банка и тут же скажут, сколько денег можно получить по депозитам, не зависит от того, насколько эти деньги вкладываются. Это информация, которую каждый гражданин, а, скажем, пенсионеры, все имеют пенсионные счета, в Сбербанке этой информацией большинство располагает. Значительно меньше информации идет с фондового рынка. Вообще весь наш фондовый рынок, если его сравнить с нашим внутренним валовым продуктом, пока очень маленький. Меньше 5% от внутреннего валового продукта занимает фондовый рынок, то есть стоимость всех акций, которые на этом рынке продаются и покупаются. Капитализация наших компаний, которые участвуют на фондовом рынке. Если сравнить это с развитыми странами, то, конечно, там доля фондового рынка в Америке или в европейских странах намного больше, что позволяет и существенно больше инвестиций направлять в развитие промышленности, потому что это предприятие выпускает ценные бумаги. Если их кто-то покупает, значит предприятие получает дополнительные деньги. И значительно больше информации там имеется. Конечно, сегодня у нас есть определенные продвижения в этом плане. Ну, если взять, предположим, такие издания, как «Коммерсант», «Ведомости», каждый день можно прочесть довольно обширную информацию о том, что произошло на фондовом рынке. Акции каких компаний упали, каких поднялись, в результате чего, что произошло с государственными ценными бумагами, какие они дают доход. В принципе, эту информацию любой человек может получить, но не любой может в ней разобраться. Не любой. Для этого нужно, я думаю, и телевидение более активно использовать. Сейчас вот есть новый телеканал РБК, который целый день дает различную информацию, в том числе по фондовым рынкам. Предприятия должны давать намного больше информации о своем финансовом положении. Потому что для человека, когда он хочет купить акции как у предприятия, ему нужно знать об этом предприятии как можно больше. Какая у него прибыль, какие у него долги и так далее. Тогда можно составить картину, и стоит покупать акции предприятия этого или нет. То есть несколько элементов. Значительно больше информации в средствах массовой информации должно быть. И в печатных, и в телевизионных. Больше информации от самих предприятий. Больше их информационная и открытости, финансовая прозрачность. Вот все в совокупности это может создать среду, когда люди начнут более активно инвестировать свои средства. Ну что касается образовательного уровня, то сегодня, мне кажется, в высших учебных заведениях одно из самых популярных направлений. Количество факультетов, это факультеты, связанные с финансами, в том числе с фондовыми рынками и так далее. Сегодня это популярно. Многие идут учиться на эти отделения, на эти факультеты. И количество специалистов, которые разбираются в этом, растет очень быстро. Думаю, что и у людей, у простых людей тоже информация, которую они получают, она накапливается. И все больше людей начинают в этом разбираться. Хотя, конечно, еще раз говорю, по-прежнему сам фондовый рынок малый. И по-прежнему доля населения, которая разбирается в этом, очень невелика. Здесь нужны, я думаю, и в средствах массовой информации больше программ, которые бы объясняли людям. Вот яркий пример, это пенсионная реформа и выбор людьми, компаний, которые будут инвестировать в их пенсионные накопления. Очень мало информации. Действительно, люди не знают, что делать с этими письмами, которые приходят. Какую компанию выбрать, какие там условия, и вообще, как их пенсионные деньги будут сохраняться, как они будут защищены от инфляции. Это большое недостатие. Здесь уже государство должно такие разъяснительные программы через средства массовой информации доводить до человека. Я думаю, что и в школах, в рамках предмета изучения экономики, обязательно дети должны получать первичную информацию о фондовом рынке, первичную информацию вообще о тех возможностях инвестирования средств, которые существуют в экономике. Я уж не говорю о высших учебных заведениях. Безусловно, все это необходимо, потому что современная рыночная экономика без механизма инвестирования средств граждан вообще не может существовать. Потому что весь смысл и банковской системы, и фондового рынка заключается в том, чтобы собирать свободные средства у домашних хозяйств и направлять их на развитие экономики, промышленности, инфраструктуры и так далее. В этом смысл взаимовыгодного сотрудничества граждан и экономических субъектов, предприятий, банков и так далее. И безусловно, в этом есть интерес государства. Потому что если мы ставим перед собой задачу удвоения внутреннего валового продукта за 10 лет, то решить ее без существенных инвестиций, роста инвестиций. И в первую очередь за счет вовлечения в это сбережений граждан, которые дадут этому гражданину доход дополнительный, без этого невозможно ускорить темпы экономического роста. Поэтому все то, что мы обсуждали, касающиеся и увеличения информации, и различных образовательных программ, и зданий специальных передач и так далее, все это просто крайне необходимо. Субтитры создавал DimaTorzok